МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире информационного канала Севастополя новости в студии Арсений Ковалевский. Смотрите в этом выпуске. Гости из столицы. В Севастополе с рабочим визитом мэр Москвы Сергей Собянин. Проверка на нитраты. За последнюю неделю в Севастополе было конфисковано 24 тонны бахчевых. Кузница Победы. 21 и 22 августа в Севастополе у горы госпорта 20-е байк-шоу. За титул сильнейших продолжаются игры чемпионата Севастополя по футболу. В Севастополе с рабочим визитом мэр Москвы. Сергей Собянин посетил первую городскую больницу. Здесь он осмотрел медицинскую технику, которую подарило правительство столицы. Побывал в реанимационном и нейрохирургическом отделениях. В последнем даже наблюдал процесс хирургического вмешательства на позвоночнике. Оборудование, с помощью которого велась операция, город получил в качестве гуманитарной помощи из Москвы. Его ввели в эксплуатацию 20 июня. За это время сделали 15 операций. У всех пациентов наблюдается положительная динамика. К другим темам. В Севастополе продолжают ликвидировать несанкционированные торговые точки бахчевыми. За последнюю неделю было конфисковано 24 тонны арбузов и дынь. Об этом сообщил начальник главного управления потребительского рынка и лицензирования Эдуард Петров. О превышении уровня нитратов говорят и сами севастопольцы. Некоторые жители, чтобы обезопасить себя и купить качественный продукт, рассчитывают только на свои возможности. Сейчас изъятые арбузы и дыни проверят на нитраты Роспотребнадзор. Если результаты будут превышать норму, уполномоченные органы вынесут решение. Как сообщают в Главном управлении потребительского рынка и лицензирования, в таком случае бахчевые подлежат изъятию или уничтожению. В Севастополе беременных и кормящих женщин обеспечат бесплатным дополнительным питанием. Соответствующее распоряжение принято 17 августа на аппаратном совещании в правительстве города. Также на новую льготу имеют право дети до трех лет по медицинским показаниям, в частности с заболеваниями пищеварительной системы. В перечне продуктов дополнительного питания – молочные смеси и сухие молочные каши, специальные витаминно-минеральные комплексы и сбалансированные питательные смеси. Как сообщает пресс-служба правительства Севастополя, получить продукты можно в раздаточных пунктах по рецепту врача. Адреса точек указаны на официальном сайте городского департамента здравоохранения. Севастопольцы смогут задать вопросы по пенсионному обеспечению в региональной общественной приемной Дмитрия Медведева. Об этом сообщает пресс-служба партии «Единая Россия». Прием граждан пройдет 21 августа с 10 до 13 часов. Предварительная запись по телефону 54-02-62, а также по адресу улица Большая Морская, дом 4, приемная председателя партии «Единая Россия» Дмитрия Медведева. Заказать справку об отсутствии или наличии судимости, а также о факте уголовного преследования теперь можно и в электронном виде. Об этом сообщила пресс-служба УМВД России по Севастополю. Зарегистрироваться, заполнить и отправить заявление можно на сайте госуслуги.ру. После чего сотрудники информационного центра заявку подтверждают и информируют о сроке исполнения заказа. В течение 30 дней на указанный адрес электронной почты пользователь получит уведомление о готовности справки. Забрать ее можно по адресу город Севастополь, улица Пушкина 2. График приема граждан опубликован на официальном сайте УМВД России по Севастополю в разделе «Государственные услуги». Кузница Победы. 21 и 22 августа в Севастополе у горы Гасфорта пройдет 20-е байк-шоу. В этом году традиционный байкерский фестиваль посвящен 70-летию Великой Победы. Наш город примет любителей рок-музыки в седьмой раз. Участвовать в слете будут порядка 5000 мотоциклистов и около 100 тысяч зрителей. На мероприятии ожидается выступление известных музыкальных групп и исполнителей, говорится на официальном сайте мотоклуба «Ночные волки». Среди заявленных коллективов – Ума Турман, Кипелов, Черный кофе, Маши и Медведи, Мордор, смысловые галлюцинации, Чичерина, Пикник. Выступит у горы Гасфорта и шведская хеви-метал группа «Сабатон», а также российская певица Полина Гагарина. В этом году она заняла второе место на Евровидении. Кульминация байк-шоу традиционно в полночь. Уже известно, что в самой зрелищной части фестиваля задействует экспонат «Танк Т-34» из Волгоградского музея «Сталинградская битва». Но помимо трюковых, музыкальных, видео и лазерных эффектов с участием каскадеров и реконструкторов, ожидается и спортивная часть праздника. Состоится она 23 августа. Это будет международное боксерское шоу «Сражение у горы Гасфорта». На ринг выйдет Дмитрий Чудинов по прозвищу «Ночной волк». Именно на байк-шоу год назад он стал чемпионом мира по версии WBA. В этот раз россиянин сразится с мексиканцем Адриано Луной Флоресом за титул WBA International. Кроме того, на вечере бокса выступят и другие российские атлеты, а также спортсмены из Крыма, Донецка, Азербайджана и Доминиканской республики. Стартует байк-шоу у горы Гасфорта 21 августа в 19 часов. На байк-шоу будет организован подвоз граждан до горы Гасфорта. Определено пять мест посадки пассажиров – бухта Омега, площадь Нахимова, Ушакова и Первого Мая, а также пятый километр. Всего будет курсировать 60 автобусов. Их оборудуют специальными наклейками байк-шоу. Движение транспорта будет осуществляться всю ночь. Первый автобус на шоу отправится в 17.00. В час пик с пяти до семи вечера автобусы будут ходить с периодичностью до трех минут. Далее по наполняемости. На каждой остановке предусмотрен диспетчер, который будет сообщать о количестве желающих уехать. С площади Нахимова организуют специальный транспорт для людей с ограниченными возможностями. На площади Нахимова будут работать два микроавтобуса для инвалидов-колясочников. Каждый автобус может перевезти по два инвалида и четыре человека сопровождения. Также будут работать низкопольные автобусы в количестве четырех штук, также они будут отправляться в площади Нахимова. Ориентировочно они будут, я так полагаю, где-то в районе каждые 10 минут, 10-15 минут. Продолжаются игры чемпионата Севастополя по футболу. Уже сыграно 9 туров. В одном из последних матчей сборного Черноморского флота на стадионе «Металист» встречалась с молодежной командой «Севастополь-99». Шансы на то, чтобы свести матч в ничью, юные футболисты потеряли уже после первого тайма. Счет был 0-7. Во второй половине игры моряки забили восьмой мяч, после чего оппонентам удалось провести один ответный гол. Итоговый счет 9-1 в пользу сборной Черноморского флота. Во-первых, мы хорошую зимой подготовку в зале проделали, тренируемся здесь на поле. Ну и сейчас, вы знаете, получился такой состав сбалансированный. Есть равноценные замены, что очень важно, что в прошлом году у нас не было. Ну и подошли ребята, которые подходят друг к другу. Есть такая совместимость в команде. Поэтому слагаемые результаты – желание, старание и еще состав. Вы знаете, очень много соревнований проводим. И у нас сейчас и призывают ребята с города многие. Надеемся, что пополним свои ряды качественными футболистами. В других матчах 9-го тура лидер турнира «Танго» не оставил шансов «Мегастрою» 7-0. Кому был сильнее «Компаса» 3-1, «Коралл Маф» разгромил стрелу 5-1, а «Арсенал» в упорной борьбе с минимальным счетом победил игроков специализированной детско-юношеской школы номер 3. В турнирной таблице продолжает лидировать «Танго». В активе у них 27 очков. На 2 балла отстает сборная Черноморского флота. На третьем месте – Камо. Десятый тур чемпионата города стартует уже завтра. Севастопольский дзюдоист, мастер спорта Антон Брачев победил на Кубке губернатора Самарской области. Золотую медаль спортсмен завоевал благодаря трем уверенным досрочным победам в поединках супертяжелой весовой категории свыше 100 килограммов. Кроме Антона Брачева на соревнованиях выступал еще один севастополец – Кирилл Медведев. Он был сильнее своих соперников в двух схватках и ровно столько же проиграл. Как итог, пятое место в весовой категории – до 73 килограммов. А победитель Кубка губернатора Самарской области Антон Брачев после триумфа отправился в Феодосию на учебно-тренировочный сбор перед осенним чемпионатом России. Соревнования пройдут в сентябре в Красноярске. Севастополец – один из претендентов на пьедестал почета. На этом у меня все. До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова